Ну что, друзья, начнём сюжет без прелюдии и лишних фраз, а просто напомним всем недавний спектакль от бункерного деда, который на встрече с ранеными оккупантами не постеснялся рассказать, как Россия якобы бережёт жизни детей и мамочек с коляской. То, что сейчас произошло в Белгороде, это, безусловно, террористический акт. Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Нам нужно так сделать? Ударить по площади? Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно, а именно по военной инструкции, что раз и навсегда они не смогли опомниться и нам ответить уже. Да, но мы так и делаем. Мы уже тогда были, мягко говоря, шокированы подобным цинизмом, но снова вспомнили слова Путина в рождественскую ночь, когда очень скрепные и максимально духовные россияне прямо в святой праздник убили сразу пять детей в Покровске и его окрестностях. 6 января, по данным Донецкой военной администрации, армия России ударила по частному сектору в Покровске и соседнем селе Ровное. В Министерстве внутренних дел сообщают, что из-под завалов полицейские извлекли более полусотни фрагментов тел. Погибли 11 человек, в том числе пятеро детей в Покровске и в Покровском районе Донецкой области. Продолжается спасательная операция после этого российского ракетного удара. Российская армия использовала ракеты С-300. Фотографии с места прилетов смотреть без слез просто невозможно. От большинства частных домов остался только фундамент. Целые семьи погибли страшной смертью. Многие тела, в том числе и детские, до сих пор не получается опознать. И нам очень интересно было послушать, как путинские черти попытаются отмазаться после детоубийства на Рождество. Но Россия дошла до такой стадии лжи и деградации, что большинство пропагандистов тупо сделало вид, мол, ничего и не случилось. Подумаешь, пять детей делов-то, бабы еще нарожают. Да и вообще не дети там были, а натовские наемники. Поражены объекты, где была скоплена. Живая сила противник, иностранные наемники. То есть информационная политика чертей до боли проста и цинична. Куда прилетает, там и вражеский бункер. И они уже прямо говорят, мол, никому не нужно оправдываться, убивая украинцев. Мне не нравится неоправданное использование слова «удар возмездия». Друзья, у нас нет возмездия. Полное моральное право уничтожать их в любое время, в любую минуту, в любом месте. Мы уничтожали и будем уничтожать нацистов по всей линии фронта. Вот почему трагедию в Покровске не прокомментировал Путин. Вот почему ни слова не сказал и гауляйтер всеядыныры Пушилин. Дениска вообще сидел с довольным хлебальцем и рассказывал пропагандистам, как будет брать Николаев и Одессу. Одесса – город, который был основан Екатериной Великой. Русский этот город? Конечно, русский. Николаев. Да, эти города должны быть освобождены. Это мое глубокое убеждение. И знаете, друзья, все это мы уже видели. Уже был один такой ротовой захватчик Стремаусов фамилия. Тоже, помнится, любил российский террор игнорировать и походы ртом на Николаев устраивать. Вот поверьте мне, что скорее мы зайдем в Николаев уже в ближайшие недели. И оттуда уже я буду с вами общаться в прямом эфире, чтобы до конца уже понимать, что же на самом деле происходит на этой украинской войне, как они говорят. Правда, вместо Николаева Стремаусов почему-то оказался, во-первых, в Крыму, а во-вторых, на кладбище. И мы бы настоятельно порекомендовали Пушилину обратить внимание на судьбу его брата по разуму. Ведь очень зря они думают, что о таких чудовищных преступлениях, как в Покровске, все забудут. И это не только приближенных к корыту бояр касается. Где, например, после трагедии в Рождество была та же Симоньян? Чё-то не было слышно о её любимых песен о маленьких гробиках. Там каждый день гибнут люди, там погибли тысячи мирных граждан, там у тысячи детей оторваны руки и ноги, тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. Хотя в их альтернативной реальности Покровск – это территория России. Так даже в их, прости господи, Конституции записано. То есть с их колокольни российская армия убила пять русских детей. Но у Следственного комитета нет ни одного вопроса. Бастрыкин даже и не попробовал возбуждаться. Чё там, мамкины вы, спасители Донбасса, не нужны эти дети, да? Лицом не вышли. То есть настолько благородная операция спасения. Не случайно эта военная операция называется спасение. Что целые семьи одним залпом убивают, а потом ещё и морозятся, делая вид, что ничего не происходит. То есть убивают. Здесь ничего нового. Так хотя бы имели смелость признать. Но в Москве тишина. А максимум, на что хватило совести у мерзавцев из Дырляндии, это в спешке настрочить текстик, мол, это Украина сама себя обстреляла. Трагедия в Сочельник в занятом ВСУ городе Красноармейск на Донбассе. Переименован майданщиками в Покровск. Российские источники сообщают о самообстреле. Окупированные города ДНР бандеровцам не жалко. Там нелояльное население. С целью отвлечь общественное внимание от убийства детей перед Новым годом в Белгороде. Ну, конечно, сама себя и, конечно, всё дело в Белгороде. Правда, ой, лупить по Покровску и окрестностям из С-300 Россия начала задолго до Белгорода. А отдельными прилётами пропагандисты даже гордились. Вспомните, сколько было радости после прилётов по гостинице и ресторану. Вооружённые силы России тем временем нанесли удар по гостинице «Дружба» в Покровске, где располагался штаб ВСУ, а также по ресторану, где собирались иностранные наёмники. Пишут о более 60 пострадавших укронацистов. Во время удара там проходило большое совещание. А уже в новом году были прилёты в многоквартирные дома, и там тоже были жертвы. Но и в России, и в Ордло всем было глубоко безразлично. Но стоило россиянам убить пятерых детей, как регулярные обстрелы Покровска вдруг превратились в самообстрелы Украины. Отслеживающий военную активность в зоне СВО, канал «Треугольник» настаивает, что имела место инсценировка самообстрел контролируемой ВСУ территории. Твари! Тут же клоун-президент вышел со своим обращением. Провокация нацелена на снижение международного резонанса от террористической атаки на Белгород, комментируют авторы канала. Прям чудеса, да и только! Но в этом ничего нового нет. Ровно такую же тактику пропагандистов все уже видели после ужаса в селе Гроза. Тогда тоже погибли дети. А ещё больше половины села обычных людей, которые пришли на поминки. Всё это кадры из села Гроза в Харьковской области. Российские военные нанесли удар по кафе и магазину. Когна-ракета убила более полусотни человек в крохотном селе в Харьковской области. Есть хата у нас через дверь. Там будут пять гробов сразу. Будут дедусь, бабуся, их дочка, сын, невестка. Что делала Россия тогда? Верно, ровно так же врала про самообстрел. По селу Гроза в Харьковской области Купянского района сегодня был нанесен удар американской РЦЗО «Хаймерс». По странному стечению обстоятельств Зеленский на саммите в Испании. Уверен, и на этот раз будет доказано, что удар по мирным людям на поминках в селе Гроза нанесли ВСУ. Но их проблема была в том, что нужный темник забыли отправить не бензи, который прямо с трибуны ООН выдал абсолютно противоположную версию. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим, а потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. И вот посмотрите, с трагедией в Покровске будет ровно так же. Сейчас чуток поутихнут страсти, и в Москве вдруг прозреют и скажут, мол, на самом деле в тех частных домах прятали F-16. Или что там жили натовские генералы. Ну, то есть привычный бред в своем стиле. У нас поражены все назначенные генштабом военные объекты, критической военной инфраструктуры, места сборки беспилотных летательных аппаратов, хранения боеприпасов, поставленного НАТО. Но у нас есть скромное мнение, что настолько циничное ложе, тем упырям еще аукнется. Например, тем, что местные жители точно не дураки, они все видят и понимают. И каждый кровавый прилет в коктейле с враньем которое на голову не натянешь, превращает недавно лояльных России людей в лютых бандеровцев. И когда по телевизору в Москве обещают, что путинский сброд к концу 2024 года выйдет на границы Донецкой области... У нас идут активные боевые действия в районе Авдеевки. Это значит, что мы потихонечку-потихонечку начинаем двигаться к границам Донецкой Народной Республики. Установление полного контроля над территориями этих областей вплоть до административных границ, это вот наша зимняя стратегическая задача. Мы всей базой НАТО смеемся им в лицо. Нет, как говорится, мечтать не вредно. Пушилин, если кто забыл, ровно такую же задачу еще в феврале 2022 года языком выполнил. До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. Но если российская армия не смогла совершить прорыв тогда, то сейчас шансы примерно такие же, как у Ахмата из Грозного, выиграть Лигу чемпионов. И не только потому, что украинская армия стала в разы сильнее, просто теперь еще и местные жители ненавидят Россию. А продвигаться по территориям с нелояльным населением крайне сложно. Но в Москве, судя по вот таким эфирам, этого упорно не понимают. Наши дорогие жители Украины, которые верят в Россию, ждут Россию. Мы обязательно придем всю нацистскую тварь, этих подонков уничтожим. Я надеюсь, что рано или поздно виселицы появятся, потому что без этого мы врага одолеть до конца не сможем. Надо быть совсем упоротым наркоманом, чтобы в 24-м году по-прежнему хрюкать о встрече цветами. То есть, либо этот додик выдает желаемое за действительное, либо, что куда вероятнее, уровень понимания ситуации в России все еще на уровне Плинтуса. Дорогие наши, мы придем, дождитесь, держитесь, мы с вами. И появись сейчас в том же Покровске виселицы, о которых так мечтает пропагандист. Я надеюсь, что рано или поздно виселицы появятся. То на них бы болтались именно те, кто одним выстрелом в Рождество убивает пять детей. И сделали бы это местные жители своими руками. Поэтому все победные реляции насчет Донбасса... Потихонечку, потихонечку начинаем двигаться к границам Донецкой Народной Республики. Они могут засунуть куда-то глубоко Донбасс уже не тот, что был в 2014 году. А потому колупаться там они будут долго, нудно и кроваво. Пока в каком-нибудь Иркутске мамки и жены не поднимут вой, мол, а нужен ли Донбасс такой ценой? А чтоб все понимали цену, мы сейчас вам свеженькое видео покажем. Сюда обрати внимание, Анисимов, ты москвич. Либо мы приедем, мы по-любому приедем. Момс, дадим сдачи. Вы вообще, мы-то с опытом приедем. С охуевшим опытом. Это бравые вояки как раз из Иркутска угрожают собственному мэру. А знаете почему? О, друзья, Чинуша пообещал им волонтерскую помощь и обманул. Из-за чего типа вторая армия мира теряет по взводу за день. Он обещал тепляки, где они? Раз-два, ни одного тепляка. Поэтому пацаны гибнут здесь. Пацаны вчера зашли взвод, взвод, целый взвод. Тот, кто служил, тот поймет. Целый взвод зашел, три человека осталось живых. Все. Еще раз, выжило три человека. И это только одно подразделение. И ладно бы при таких потерях они бы что-то глобальное взяли. Но нет, бои как шли возле Донецка, так и идут. То есть с 10 октября, а это дата начала российского наступления, прошло три месяца. Украина летом 23-го года за такое же время Времеевский выступ полностью срезала. Плюс семь населенных пунктов только там. И КОЦ не стесняется называть это информационной кампанией. Что-то пытались показывать на Времевском выступе, но это тоже был такой... больше информационной, да, какие-то атаки. Ну да, то ли дело кусок поля в Маринке, которой они так гордятся. Сейчас вся схема ведения боевых действий, пожалуй, с нашей стороны направлена на то, чтобы ликвидировать несколько стратегически важных опорных пунктов. Один из них недавно был взят, вы знаете, это Маринка. А знаете, почему гордятся? Да потому что больше нечем. Настолько нечем, что не получается взять даже бывшую часть ПВО прямо сразу за чертой Донецка. С первых дней января продолжаются попытки уничтожения такого укрепрайона ВСУ, как бывшая часть ПВО, расположенная в двух километрах от взлетной полосы Донецкого аэропорта. Пока этот граник не будет стерт, об успехах продвижения на Авдеевском участке говорить преждевременно. Укропы сопротивляются как ненормальные. Везде характер боевых действий носит изнурительный характер. То есть тон зет-патриотов на местах и в Москве отличаются полностью. Одни отмечают яростное сопротивление украинской армии и собирают деньги на черные мешки для оккупантов. Очень нужны мешки для трупов. Много. Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны. В Донецке это дефицит страшный. А другие, сидя в теплых московских студиях, вешают лапшу на уши холопом о капитуляции Украины в 24-м году. К концу этого года мы будем подводить итоги уже позитивные, да, но... В Киеве. В Киеве. Из нашей студии «Комсомольская правда» в Киеве. Сначала будут выкорчеваны основные группировки украинских сил. Ну, а дальше, там, которые останутся, там, по-моему, люди, если им хочется жить, они, конечно, подтолкнут свое политическое и военное руководство к тому, что надо, в общем-то, сдаваться и соглашаться на переговоры, диктовать которые, конечно, я буду нагло говорить, будет прежде всего Москва, но не Киев. И знаете, лично нас очень устраивает такая информационная политика врага. Ведь когда к концу 24-го года Россия получит дырку от бублика Антона Красовского, а не Донбасс, мы с любовью достанем все скрины и громкие обещания. И кое-кто будет обтекать. И пусть россиянам это не впервой, но хотя бы часть глубинного народа вполне может задуматься, а стоит ли дальше верить тем, кто ради рейтингов и лайков дает ложные надежды, заведомо зная, что с учетом реалий войны им не суждено сбыться.